Добрый день! Сегодня с вами мы рассмотрим монеты номиналом 2 злотых. Это памятные монеты, выпускаемые Национальным банком Польши. Все монеты имеют статус обращения. Такие монеты выпускаются по случаю различных событий, в честь различных памятников, в том числе архитектурных, исторических мест, известных личностей, памятных дат и, конечно же, различаются по серии. Некоторые серии монет имеют свой уникальный для серии тип оформления Аверса. К обязательным элементам оформления относятся это герб Польши, надпись страны, номинал записан в сокращенном виде 2 злотых и год чеканки монет. Но кроме этого, на Аверсе присутствуют такие элементы оформления, которые меняются в зависимости от серии, которой принадлежит монеты. Такие монеты имеют диаметр 27 мм, вес более 8 граммов, гурт гладкий и также на гурте можно 8 раз прочитать повторяющее слово на английском НБП, Народный банк Польши. Давайте возьмем монету и посмотрим. Вот у меня три буквы, повторяющиеся. НБП. Выполнена монета из металла, так называемого, Нортик Голд. То есть это монета из сплава «Северное золото», которая имеет золотистый цвет из-за высокого содержания меди в сплаве. Сегодня с вами мы рассмотрим монеты, которые входят в серию известные личности. Перед вами монета, на которой изображен Станислав Выслянский. Это польский. Поэт, драматург, живописец, дизайнер мебели и интерьера. Будучи патриотически настроенным писателем, он создал серию символических национальных драм, проникнутых в художественные философии движения. Молдавия Польши. Выслянский является одним из наиболее выдающихся и разносторонних художников Европы своего времени. В творчестве он удачно сочетал свои идеи модерна с кольклорными и историческими мотивами. Неофициально его называли четвертым польским пророком. Наряду с польской троицей поэтов-пророков это Яскевич, Словацким и Красинецким. Следующая монета. А также на этой монете мы можем увидеть немного другое изображение. Можем посмотреть. Это, наверное, одна из немногих монет, где мы можем увидеть данные различия. Давайте рассмотрим следующую монету. Здесь изображен Геннадца Домейко. Это геолог, минеролог, географ и этноэкнолог. Долголетний ректор Чилийского университета и член многих научных обществ. Один из самых известных воспитанников Еленского университета и национальный герой Чили. Родился в той части территории современной Беларуси, которая за 7 лет до его рождения, при третьем разделе Речи Посполитой, пошла в состав Российской империи. Он усвоил культурные и политические традиции бывшего Великого княжества Литовского и занимает важное место в истории науки Польши и культуры Польши, Белоруссии, Литвы и Чили. Продолжение следует... Давайте рассмотрим третью монету из известных личностей. Это Карл Шимановский. Это композитор, пианист, педагог, музыкальный критик. Один из наиболее заметных деятелей польской музыкальной культуры первой половины XX века. Карл родился в Киевской губернии. Это Российская империя. В 1910 году стиль Шимановского испытывает влияние самых различных людей. Музыкальных течений, на основе которых он формирует собственную оригинальную манеру сочинения. Этот период считается самым плодотворным в творчестве композитора. Появляются многочисленные фортепианные, камерные и оркестровые произведения опера Король Рогер. Одно из самых известных сочинений. Также его написанию принадлежат некоторые оперы и симфонии. Все эти трое польских героев оставили память о себе и внесли в свою релепту в развитие польского государства. Благодаря чему мы можем увидеть их изображения на монетах. За класс репост огромное спасибо. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.